Всем привет друзья! Приехал сегодня на рыбалку, сейчас декабрь месяц, уже ударили такие морозы, я даже уже успел открыться со льда. Ну правда мы ездили чисто попробовать, видео не снимал, думаю со льда ролики будут еще выходить попозже. И сегодня приехал я, сможет быть окончательно закрыть сезон спиннинга в этом году, потому что чувствуются морозы, даже сейчас на улице минус 4. И будет у меня рыбалка такая в стиле поймать любой ценой, скажем так, потому что открытой воды осталось совсем чуть-чуть и в этом состоит основная сложность. Приехал я на канал, смотрите вот какая тут картина, дальше канал весь замерзший, тут вот есть закраины и мне повезло, что хоть чуть-чуть есть открытой воды. Вот с одной стороны такое вот небольшое пятночко, ну и с другой стороны там тоже под самим мостом замерзший, я вам потом покажу, ну и немного открытой воды есть. Плюс сегодня еще днем мороз, такой минус 3, минус 4, это также конечно же будет мешать нашей рыбалке, но главная цель вообще поймать сегодня что-нибудь. Буду конечно я упираться в окуня, потому что на такой маленькой акватории окуня поймать гораздо проще. Ну и основная цель вообще уйти от нуля, будем пробовать. Сегодня на рыбалке у меня такой комплексностей, это удочка Azura X-Game с тестом до 7 грамм. Вот и катушечка Shimano Stradic 16-го года, вот намотан у меня тут 0,3 шнурочек, я мотаю Light Game. Я кстати его еще специально не продевал, сейчас мы смажем шнур маслом, потому что шнур маслом надо смачивать на сухую, чтобы он впитывался в шнур, чтобы масло впитывалось в шнур. Вот и тогда вода будет меньше, ну меньше короче будет у нас воды, меньше будет обмерзать шнур и кольца. Для смазывания шнура я использую такое вот детское масло, ему уже 5 лет где-то этой бутылки моей, Johnson's Baby масло перед сном. Я знаю есть другие там какие-то масла, но именно масло перед сном показало себя с лучшей стороны. Это чисто опытным путем, это мой опыт, опыт многих рыбаков, потому что когда-то же я тоже не знал, да, чем надо смазывать. Вот, ну и просто я лью масло на шнур, вот оно тут растекается и пальцем его так расправляю, скажем так, чтобы оно у нас пропитало шнурочек. Понятно, что надо чуть-чуть подождать, чтобы масло впиталось хорошо так смачиваем, потому что сегодня хороший морозец, как по нашим меркам, да, где-то кто-то и в минус 15 на спиннинг ловит. Но у нас в минус 15 жидкой воды вообще нет нигде. Вот, и так вот, минус 4, остатки роскоши. Оснастку я делаю минимальную, грузик 1 грамм, маленький крючочек 10 номера. Вот, тонкий флюрокарбон 0,16. Вот, ну и по приманкам, я видел, многим понравилась рыбалка на паука, ну действительно такая необычная приманка, но которая классно ловит рыбу. Поэтому, я думаю, сегодня мы также продолжим ловить на такой силикончик. Смотрите, Тинни Спайдер 1,1 дюйм. Хороший рабочий силикон, который ловит окуня, щучку. Вот, будем ловить на перчик паук. Приманку весом 1 грамм я вот пока забрасываю, ну максимально, куда могу добросить. В принципе, можно еще дальше кидать, если б грузик был потяжелее. Ну сейчас сделаю несколько проводок на минимальной оснастке. Вот, все-таки, чем меньше наша оснастка на окуня, чем она деликатней, тем, в принципе, она более уловистая. Ну что, рыба, рыба, народ-то. А, это не рыба, это палка. Она так в сторону как-то пошла, просто, ну, когда какой-то мусор обычно ровно идет, а она так в сторону-в сторону пошла, я подумал, что это маленький окунек. Но это палка. Обмерзают все-таки кольца. Вот, на раненах немного льда. Но сейчас уже тюльпан вообще, смотрите, полностью замерз. Поэтому приходится счищать. Ну, по-любому, как бы, нет стопроцентной защиты в мороз. Да, но масло все равно помогает. Помогает чуть дольше держаться нашим кольцам. Вот пока вот, друзья, не знаю, забросов 5-6, поклевок нету. Но я же говорю, что обычно, если рыба есть, то она сразу реагирует. Сейчас даже попробую, наверное, все-таки побольше грузик поставить, подальше кидать. Может, с дальняка что-то получится уговорить. Потому что тут окуня как не было, так и нет. Он почему-то в этой стороне сильно не держится. Не любит он эти места. Так, вот такими крючками я сейчас пользуюсь. Вот хочу восьмого номера крючок взять. Вот F78. Флагман. Поставим грузик 2 грамма и какую-то приманку. Чуть-чуть больше. Ну, если это дюймовое, то мы поставим там полтора дюйма, например. Ну, такой у нас сегодня тотальный микроджиг. Так, 2 грамма. Грузики у меня в такой коробочке хранятся. Тут у меня, в принципе, до 7 грамм груза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Немного джигрига. Потому что это такая чистая коробка для береговых рыбалок по ловле окуня и щуки. На небольших водоемчиках. Сейчас с весом 2 грамма у меня появилась возможность забрасывать немного дальше. Вот. Ну, за середину я перебрасываю уже. Ну, тоже сейчас проводок 5-6. И, наверное, будем двигаться. Потому что, если рыбы нету, то... То ее нету. В общем, тут у меня не было ни одной поклевки. Я покидал там 1-2 грамма. Пару приманок сменил. Такой, пару раз оборвался даже. В таких вот коряшках. Рыбы тут не оказалось. Оно, видно, окунь куда-то под лед туда дальше уходит. Тут, кстати, прикольно ловить потом со льда окуня. Тут его как бы есть в количестве. Есть и мелкие, и покрупнее. Так что, если будет нормальная зима, может быть, я сюда потом вернусь еще на лед. Ну, а сейчас пойдем на другую сторону канала. Там что-то попробуем нашевелить. Так, тут крутой спуск. Смотрите, народ. Воды тоже самый минимум. Тут все замерзло. Вот, ночью минус 7 было. Вот, смотрите, да и видно, что ледок такой свежий. Но все покрыто льдом. Вот, а там он дальше чуть-чуть. Немного, только есть открытой воды. Но там как бы есть пару мест, в которых иногда окунь у меня попадался. Поэтому сейчас пойдем сюда. Смотрите, даже тут все замерзало, капец. Ну, хорошие морозы пошли. Вон только немного открытой воды есть. Попробуем там что-то поймать. Любой ценой, как говорится. Тут в стороне вот есть такое дерево затопленное. Вот, там с той стороны лед. Там, конечно, есть место и подход к нему. Но, увы, не подойти. Поэтому стараюсь вот с этой стороны так забрасывать. О, блин, что-то непонятное было. Возможно, поклевка была, смотрите. Стянула приманку. Вот она сначала так тыкнула, рыба. Вот, а потом, ну, в какую-то ветку у меня приманка, крючок засадился. Вот, поклевка уже есть, это хорошо. Опа, народ, смотрите. Класс. Смотрите, какой акушара. Красавчик. Клюнул вот под самыми-самыми ногами. Под самой травой. Вот, не зря всё-таки я использовал такую самую минимальную оснастку. Вот. Ну, окунь классный. В принципе, для канала это классный размер. Вот такой красавчик. Да? Взял, ну, паучок. Я сейчас тоже перешёл на один граммик. Вернулся, потому что два я просто оборвал. Вот, смотрите, ну, жадная поклёвка. Он вообще так закушал хорошо. Вот такая приманочка. И вот, разловился, ура! Задача минимум уже выполнена. Класс. Поклёвка, народ, ещё. Блин, что-то хорошее. Мне кажется, что это щука. Кажется, что... Потому что поклёвка очень... Очень резкая была. Ах! Ага, щучка. С прибрежных корчиков, смотрите. Обалдеть. О, и там такая нормальная. Даёт хорошо. Охренеть. Хотя бы там она засеклась нормально, чтоб флюр на зубы не попадал. На паучка. На маленькую приманку. Всего лишь один дюйм. Смотрите. Ааа, подлёт пошла. Охренеть. Смотрите, она сидит вон там за край. Теперь надо её затянуть. Надо не в кусты, а сюда так. Опа! Иди сюда. Охренеть. Охренеть. Смотрите. Ха-ха. Класс. Вот это вообще мне... Фортануло жёстко. Ха-ха. Красавица вообще. Ха-ха. И смотрите, вот как она засеклась. Что значит важен? Хороший крючок. Ну и немного везения. Или много везения. Смотрите, вообще вот. Засеклась за самый-самый краешек. Ну и вот какая щука, да. Ну, келуха. Она пузатая такая. От кого-то съела. Даже ещё тут твёрдое чувствуется. Какая щука и какая приманка. Просто один дюйм. Поэтому в очерёдной раз скажу, что эта приманка, она собирает в водоёме просто всё живое. Всё, что есть в воде, да. То на неё и клюёт. Начиная от таких окуней и заканчивает такими красавицами-щуками. Ну, понятно же, мне очень повезло, что она так засеклась. Хотя поклёвка, подача была очень резкая. Такая, тьфуф. Я сразу понял, что это щука. И вот на Ультрик, на Иксгейм с тоненьким 0,3 шнурочком вот так вот мы справились. Красота. Красотка. Ну, будет рыба для фотосессии. Отлично. Красивая, друзья, щучка. Такой вот комплектик. Иксгейм. До 7 грамм Ультрик. Ну, круто. Я кайфанул. Это, конечно, было вообще наш 0,16 флюре на грани. Всё. Ну, всё получилось. Спасибо щучке за поклёвочку. Сейчас мы её в знак благодарности отпустим за то, что она, можно сказать, уже сделала мой день и нашу рыбалку. тут, конечно, лёд такой. А то вот тут вода есть. Хотя непонятно, там дальше камыши. Я так её в воду брошу. Думаю, уплывёт. О, красотка побежала. Чётко. Ставьте лайки, народ. Так. Где там наши пауки? Оп, смотрите. Такой малыш. Их, кстати, круто, что в пачке аж 12 штук. Вот. Поэтому, ну, в принципе, хватает. Вот. Хотя окуня, в принципе, их не очень сильно разрезают. То есть, там, на одну приманку можно поймать и 20, и 30 окуней без всяких проблем. Вот. Ну, когда, конечно, щука клюёт, то, понятно, они могут разгрызть их уже нормально. Вот. Даже флюр щука особо не попоцало, поэтому я перевязываться не буду. Маленький крючочек тоже 10 номера. Вот. Потому что паучки маленькие, я под них ставлю более мелкий крючок. Вот. Крючок 10 номера один граммик, и он такую щуку можно поймать в декабре, когда мороз, когда вот лёд сковывает воду. Вот. Но это круто. Опа, народ. Смотрите, есть ещё поклёвка. Ух ты, какой лапоть. Фу-ху-ху. Смотрите, какой красавчик. Блин, ты иди сюда. Ух, крутяк. Ха-ха. Смотрите, друзья, окунь вообще спит просто-напросто. Оп. наш паучок новенький. Я вот новую приманку только поставил. Буквально там через пару забросов камеру, конечно, и выключил. Вот. Поймал такого красавчика. И вообще, они, ну, щука чуть-чуть посопротивлялась, а эти вот клюют под ногами, и их достаёшь так просто как как траву. Вот. Ну, смотрите, уже какая поклёвка. Очередная поклёвка и очередная рыба есть. Давай, окунёк, беги. Рыбы у меня там клюют, я их сюда буду отпускать. Ах, облёт, он чуть-чуть ударился. Ну, ничего, сейчас отойдёт. Сейчас народ встретил подписчика, Петю. Он, кстати, круто ловит щуку над рубежа. Даже ещё круче, чем я. Это потому, что я над рубеж просто перестал ездить. Увидел, что я поймал несколько рыб. Сейчас мы поделимся тут приманками. Вот. То, что ловит хорошо окуней на канале. Да, будем пробовать. Отсыпем таких паучков, личиночек. Спасибо. Паучки лучше всего работают, ну, там, на грамм полтора надо грузик ставить. Сейчас ещё что-то в других цветах. Тут у меня есть стрекозы прикольные. Ну, такие бабки. Это то, что, то, что хорошо работает. Ну, и на трубеже, там, где окунь есть, по ямкам. Что тоже на него можно кидать. Так что, видите, народ, не я такой отчаянный, кто на спиннинг по морозу ловит, когда осталось, тут воды уже, ну, буквально, там, сами видите, тут чуть-чуть воды. Рыбалка наша всё, без рыбалки никуда. Да, вот так вот пытаемся ещё ловить последний момент ловли на спиннинг, потому что трубеж весь замёрз, озёра все позамерзали, хоть тут на канале за счёт какого-то течения воды ещё можно покидать спиннинг. Ну, и поймать рыбу, как видите. сразу под приманки выделим и крючков. Так, восьмого номера дал, надо ещё десятого номера найти, потому что под... О, десятый номер, под маленькие паучки, вот как раз десятый номер, в принципе, то, что надо. Вот, потому что в городе у нас, например, таких крючков не купишь вообще, под микроджифт, там всякие фанатики там есть. О, держи ещё. А у меня такие когда-то на этого, на головня умерские. Ага. Знаешь, там тоже. Ну, да, да, это хорошие, да, крючки. Ну, невеликоватые просто, что сюда, сюда надо именно такой, ну, из тонкой проволоки крючочек, тогда и приманка не перегружается, она шевелится так хорошо. Так, что такое? Друзья, скоро будет Новый год, многие просили про конкурсы. Первый розыгрыш мы разыграем отличный спиннинг флагман ThunderMax. Это лайтик с тестом 3.15 в длине 2.24. То есть, недорогая удочка, но при этом на классном бланке удочки достаточно звонкие, экстра-быстрого строя. В принципе, то, что нужно для лёгкого джига при ловле окуня и щуки. Условия конкурса, как всегда, просты. Нужно подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и написать любой комментарий под этим роликом. Результаты конкурса я выложу через две недели у себя на канале в одном из видео с рыбалкой. Участие в конкурсе могут принимать все подписчики. Приз я буду отправлять за свои деньги по всем странам. То есть, неважно, вы из Украины, России, и Казахстана я отправлю спиннинг по всему миру. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я думаю, такой спиннинг будет в радость всем рыбакам. Сейчас в другую сторону тоже так вдоль бережка попробую проводку сделать. Потому что, когда я там стою, уже не сильно так удобно под ногами именно облавливать. А тут попробую, потому что тут такой сразу обрывчик где-то, ну, сантиметров тридцать-сорок свал. И может быть рыба прямо под нему так в самом берегу стоит. Поэтому такие места, если есть возможность, тоже надо облавливать. Тем более на деликатные огрузочки. Вот один граммчик. Тык-тык-тык, пауза. Тык-тык-тык, трава какая-то там цепляется. Снова приходится чистить кольца, потому что обмерзает. Мороз дает о себе знать, ну, а сами понимаете, что у меня вес приманки один грамм, то даже если тут немного льда уже и заброс не тот, та проводка не такая, она шнур подмерзает, подзастрает. Такие рывки какие-то получаются. Вот, и, кстати, походу поклевка у меня только что была. стянули приманочку. Вот, сейчас поправим, попробуем ловить дальше. Сейчас попробую тоже другие приманки, потому что было у меня еще пару тычочков тут в этом месте. Рыбка какая-то есть. Понятно, что она крайне пассивна. Вот, попробую даже стрекозу в темном фиолетовом цвете. Лов у нас такой более светлый. Вот, а этот темный. Окунь тоже такой темно-фиолет любит. Часто цвет выстреливает, выручает. И зеленого паука достал. Тоже попробуем. Ух ты, народ! На первой проводке была поклевка щуки. Тоже, ну, обалденная щука. Размашисто так бахнула и срезала. Вот, пожалуйста. Смена приманки. Ну, нам уже не могло второй раз просто так повести. Хотя я тут делал только что кучу проводок, не знаю, 20-30 проводок не было. Вот, поменял, поставил фиолетовую стрекозу. Все. Пустой флюр. И тоже по ощущениям такая же где-то примерно была. Вот, ну, не маленькая такая. Эх. а могло б и повезти. Рыба, народ, смотрите. Вот это прикол. Опа, опа. Какой красавчик. Взял у меня, ну, только приманка упала. Я думаю, видно было на камеру. Я палку в воду закинул. Давай, типа, ну, лед, чтоб сошел, подлипал туда-сюда, потом побил под спилингом, чтоб обтрусить воду с колец. И тут, оп, начинаю тянуть, делать проводку. А там уже окунь сидит. Вот еще такой красавчик взял у нас уже на стрекозу. Тоже маленькая приманочка, всего лишь полтора дюйма. Вот, и такой еще у нас красавец окунь. Такая нелепая поимка получилась, но очень круто. Я очень рад, что еще получилось у нас поймать рыбку. Иногда для того, чтоб пальцами кольца не чистить, я просто опускаю так кончик спилинга в воду, ну и туда-сюда вот так вожу. Вот, и лед подтаёт, потом воду обтрушиваю. В принципе, это также неплохо очищает кольца. Вот, просто я только что решил, блин, закинул на куст приманку. спас. Да ветер такой дует-то. Граммик не всегда шнур ложится туда, куда надо. Тут на канале есть такая особенность, вот именно по куням, та вот щука тоже, так же, что рыба стоит прямо вот так в берегу. Под берегом есть всякие вот эти коряги, мусор, деревья, корни деревьев, там, кусты, и вот рыба находит себе укрытие прямо в самом-самом берегу. Поэтому вот проводки все результативные сегодняшние, это были вот такие вот забросы под берег, вдоль берега. Две щучьи поклевки так же я заработал вот окуня так же клюют под самым-самым берегом. А когда забрасываю так подальше, то поклевок так у меня ни одной не было. Вот почему-то вся рыба держится именно в берегу, там она живет и питается. Опа, есть, друзья, еще поклевочка. Класс. тоже с этой стороны в ветках корчах. Смотрите, какой еще окунек красавчик клюнул. Сначала так он как-то упирался, сопротивлялся, а потом я решил уже форсировать его, чтобы он не ушел сюда в прибрежную траву. Опа, такой вот еще матрос. Смотрите, поставил снова я паучка. Вот он даже видно, что со дна его подобрал вместе с мулякой всякой. Вот, и такой еще красавчик есть. Оп. Давай, спасибо тебе окунь за поклевку. Окуня клюют. Ну что, пойдем, наверное, дальше. Сейчас еще один заброс и пойдем. Там еще чуть-чуть воды есть. Может, там рыба будет еще. повезет. Ах ты, друзья, поклевка. На последнем забросе. Только думал уходить с точки. Пожалуйста. Четкий тычок. Это такой боевой. И клюнул он так подальше. открытый крючочек позволяет хорошо реализовывать все поклевки, потому что их мало. Ну, не знаю, уже спяток окуньков, наверное, поймал. В принципе, я когда приехал увидел, что все замерзшее. Такого результата я даже не ожидал. а тут уже вытаскиваю приманку. так заглотил хорошо. А тут вытаскиваю приманку из пасти очередного окуня. Вот такой зимний окуня. Вот такая рыбалка. Отпускаем окушка. Придется нам тут еще покидать. Потому что рыба есть. Она просто очень пассивная и далеко не сразу хочет клевать. Ну что, теперь пойдем дальше. Где-то часик я тут простоял. В принципе, рыба какая-то есть. Удалось поймать и щуку. Еще срез такой обидный был, конечно, щучий. Ну также несколько окуньков я поймал. Тут конечно есть прикольное местечко. Не знаю, сейчас попробую подлезть сюда под дерево и если получится хотя бы несколько раз забросить. Может быть тут еще поймаю. Потому что тут место с открытой водой, которых не так много и теоретически рыба должна тут быть. лед замерз. Вот такое место. Это в принципе последнее место нашей сегодняшней рыбалки. Кину рюкзак сюда. Смотрите, тут тоже лед. Тут обычно бывают тоже окушки крутятся. Лед трещит. Но тут замерзло. Ну и вот немного открытой воды. Я думаю тоже тут стоит пробовать ловить так, чтобы забрасывать вдоль берега. рыба. Ура! Ура! Все таки тут видите? Вот я. Есть! И тут поймал. дальний заброс туда. видите, где ветки, где кусты. Вот. Там вот рыба есть. Вот. Напоследок еще окунек меня порадовал. Вот такая легенькая поклевка, очень аккуратная. Такая еле-еле тычочек. Фиолетовая стрекоза. Сейчас она сработала. Я поменял приманку. Как говорил. Вот бабка. Вот такой окунечек еще есть. Ну класс! один граммик. Красота! Так. Этого товарища отпускаем. Чикс. ну что друзья. Холодно. Поймал я и тут окуня. Я думаю на этой положительной ноте можно рыбалку сегодняшнюю и закончить. Сейчас уже дело ближе к вечеру. мороз усилился. Чувствуется по моим голым рукам. По лицу что все мерзнет. Обмерзает. Кольца сильнее стали обмерзать. Чуть ли не через заброс приходится спиннинг бултыхать в воде для того чтобы сделать следующий заброс. Вот такая рыбалка. Это зимний спиннинг в мороз. в принципе я показал чем пользуюсь как можно ловить смазывая шнур. Ключик к рыбе подобрал. Мне в этом помогли приманки перчик в самых маленьких размерах дюйм полтора ловили у меня приманки пауки бабки стрекозы поймал я бонусную щуку ну и размер окуня в принципе сегодня также был нормальный. Это не такие малыши которых мы ловили с той стороны. Поэтому приманка работает и ловит в принципе ту рыбу которая стоит. Это не говорит о том что если маленькая приманка то на нее ловится и маленький окунь. Окунь какой есть в месте ловли. Пусть он даже очень пассивный но медленная проводка с паузами рыбу провоцирует. И был досадный еще один щучий срез я думаю там тоже была хорошая приятная щука. Сегодня ночью тоже сильный мороз и вполне эта вот вся история за ночь сегодня замерзнет. Поэтому не знаю. Буду стараться снимать спиннинг но также будем выходить на лед. Напишите кстати в комментариях кто также любит рыбалку со льда кто ловит и кому это будет интересно потому что я в этой рыбалке новичок буду ездить учиться ловить рыбу еще на зимние снасти со льда. Все народ всем пока и до встречи на рыбалке.